Седьмой класс, 27 серия. Умножение и деление алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических дробей выполняется под тем же правилом, что и умножение и деление обыкновенных дробей. Давайте рассмотрим на примерах. Итак, умножение. Первый множитель, второй множитель. Надо перемножить числители. Получится числитель 18а в квадрат. Перемножить знаменатели. Получится 30а в. Затем сократить. Можно сократить на 6а в. И получится вот такой ответ. Числитель 3b, знаменатель 5. Теперь давайте рассмотрим деление алгебраических дробей. Первая дробь. 6а квадрат, числитель, знаменатель b – это делимое. Надо разделить на дробь, у которой числитель 2а, знаменатель b в кубе. Так вот, разделить на 2а, деленное на b в кубе – это все равно, что умножить на обратную. Обратную, если поменять местами, числитель со знаменателем. То есть умножить на b в кубе – это числитель, а знаменатель 2а. Итак, надо перемножить числители. Значит, числитель первой дроби 6а квадрат надо умножить на b в кубе. и перемножить знаменатели b умножить на 2а. Затем можно сократить на 2а, b, и получится результат, ответ 3а, b в кубе. Первая задача – выполните умножение дробей. Итак, перемножается первая дробь, числитель 2n, знаменатель m. Вторая дробь, числитель 2m квадрат, знаменатель 4n в кубе. И еще есть третий множитель – 8n квадрат. Давайте запишем все под единой дробной чертой. Итак, перемножаем числители. Вот что будет наверху. Это произведение числителей 2n умножить на m квадрат и еще домножить надо на 8n квадрат. А внизу произведение знаменателей m умножить на 4n квадрат. Теперь надо выполнить сокращение. Можно сократить на 4, затем можно сократить на n в кубе, на m в первой. Значит, здесь будет не квадрат, а первая степень. В знаменателе получается единица после сокращения. Так, а числитель 4m. Знаменатель равен единице. Можно не писать, обычно не пишут, если знаменатель равен единице. Итак, ответ 4m. Вторая задача. Выполните деление дробей. Итак, делимое – это дробь, у которой числитель 5n четвертый, знаменатель 6n квадрат. А делитель – это дробь, у которой числитель 10n, знаменатель 9m в кубе. Так вот, разделить на эту дробь – это все равно, что умножить на обратную. Вот все равно, что умножить на дробь, у которой числитель 9m в кубе, а знаменатель 10n. Так, ну, давайте выполним теперь умножение. Умножение на обратную. Так, записываем под единой дробной чертой. Затем надо выполнить сокращение. Можно сократить на 5, значит, здесь будет 2. На n в первой, значит, здесь останется n в кубе. Затем можно сократить на 3, здесь будет 3а внизу, в знаменателе будет 2. И затем на m в квадрате сократить, значит, здесь будет m в первой. Итак, перемножаем множители, которые у нас в числителе. Получается 3n в кубе умножить на m в первой. Значит, 3n в кубе умножить на m. А знаменатель 2х2 – 4. Вот ответ. Так, и третья задача. Решите уравнение. Так, надо привести к общему знаменателю. Наименьшее общее кратное чисел 2, 3 и 4 – это число 12. Значит, дополнительный множитель у первой дроби 6, у второй – 4, у третьей дроби дополнительный множитель 3. Так, а здесь будет дополнительный множитель 12, потому что число 4 можно представить как 48 двенадцатых. Так, теперь домножаем на дополнительные множители числители. Поскольку знаменатели будут одинаковые, знаменатели можно отбросить. И рассматриваем только числители. Раскрываем скобки, домножаем на дополнительные множители и получаем 18х-18, затем 8х-4. Так, третья дробь. Домножаем и раскрываем скобки. 30х-15. И здесь будет минус 48. Так, теперь осталось перенести слагаемые с х влево, привести подобные слагаемые без множителя х вправо. Приводим к виду 4х равняется 49. Значит, х равен 49 четвертых. Это 12 целых и одна четверть. Вот это ответ.